Подключаем запись и связываемся с Красноярском. Продолжение следует... Алло, продолжаю дозвон. Не отключайтесь. Алло, Валерий Константинович, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Так, значит, мы с вами общаемся с Еленом Александром Савельевич, Красноярск, университет и аспиратом. Имени Решетнёва. Имени Решетнёва. Так, пожалуйста, очень коротко последние новости из вашей жизни, особенно которые касаются всех. Новости, которые касаются всех. Приехали мы два дня назад из Енисейска. Подарили там председателю клуба садоводов книгу нашу по садоводству, которая вышла в начале лета. Очень там обрадовались, сказали, очень полезное. И там ещё случайно у нас оказалось в машине несколько брошюр. Ну, брошюр я забыла, как они называют. Современное садоводство. Железово. Начали ей рассказывать, говорим, а вот есть такой человек Железов. И она нам говорит, знаю, знаю Железово. Очень много фильмов смотрела, очень много читала. Я его знаю ещё по Фазенде. Вот. Енисейск – это 370 километров от Красноярска в сторону Северную. Вот. Это за Казачинск туда, вот в сторону Северо-Енисейска. Ой-ой-ой. Вот. Она у них, правда, в саду. Она говорит, не очень, конечно, абрикосы никто не пробует, но яблони растут. Но и полу-культурки, полу-яблочки растут тоже. С удовольствием взяла книгу. И мы ей рассказали, что ещё есть несколько книг новых. Она говорит, если есть возможность, мы бы свой клуб взяли. Хотя бы просто в качестве там несколько штук библиотечных, и друг другу бы их передавали под запись. Так, почему-то прервалась связь. Попробуем снова связаться. Алло? Продолжайте. Да, отсоединилась. Ну вот, что Железова в Енисейске знают, смотрят. И сказали, что книги нам тоже его нужны. Мы, говорит, его читали по газете Фазенда, с ним знакомые. Потом, говорит, правда, потихоньку-потихоньку стало, что в газете Фазенда стали печатать только одного Железова. И так много-много-много. И как будто у нас типа садоводов. Нет других, кроме него. Потому что, ну, им не очень ваш опыт подходит, потому что они все-таки на севере живут. Ну, а потом, говорит, вообще газета Фазенда, с другой. И перестала печатать вообще всех. Не только Железова. Вот. Так, еще новости. Ну, к себе я приехала на дачу, обнаружила вдруг в зарослях там два деревца, которые давно у меня стоят. Ну, не давно стоят, а все стояли пустые. А вдруг я увидела, вот у меня есть дерево брат Чуд, ну, брат Чудного. И я увидела, что оно все в плодах. Сейчас отправлю фотографию. И еще у нас тут некоторые бывалые наши садоводы говорят, не садите алтайские сорта. Феникс алтайский, мол, не растет. А сейчас тоже завезла там в угол. Смотрю, он тоже в яблоках висит. И причем яблочки такие хорошие висят. Тоже отправлю фотографии. Еще у меня есть яблоко Свердловское. Называется приземленное. Сорт. Амазонинский карлик. Невысокий, который сам формируется. В планцевой форме. И вот он весь в яблоках. И яблоки хорошие. И ветки как раз все сплошь вдоль земли. Обвешенные тоже яблоками. Ага. Здорово. А что еще? Спрашивайте, что? Ну, что еще? Ну, конечно, этот фильм вряд ли выйдет раньше, чем будет вебинар. Вебинар сегодня. Но на всякий случай не можно и сказать. То есть через два часа по Москве это будет 16. Так. Через два часа, получается, у нас по Москве вебинар будет охорачивать фильм. Но это же не последний раз. Поэтому ставлю вас в интересы, что я это покажу. В том числе есть повод показать. Татьяну, это Елена Александровна Савинич. То есть, вы сейчас на экране, Елена. Ага. Так. С самыми роскошными абрикосами. Я им сейчас дам имена собственные. Вы свидетель, вы очевидец, вы соучастница. А так как я получил очередную пощечину, у вас нет в Википедии, и у вас нет ни одного сорта в этом самом реестре. Так вам, ну, запросто в реестр попасть не очень сложно. Надо просто оформить все документы. И самому платить. Ну, конечно. Ага. А они государству нужны? Может быть, это, передать все это в руки аспирантке Савинич, то есть, тебе. Вот о чем разговор. Но я специально... Я с удовольствием, если вы меня, как бы, уполномочите, я займусь. Я сейчас очень быстро, это... Дело в том, что моргает эта камера чертова, так вот получилось. Я сейчас что хочу сделать? Я сейчас это отдельно, чтобы прозвучало, чтобы увидели. И очень быстро я сейчас нахожу свою... Это материалы по вебинару. Очень-очень быстро. И покажу эти три фотографии. Причем все... Ну, так уж сложилось. Я не виноват. С участием совеничества, с аспирантки. То есть, тебя, Елена Александровна, по совместительству моей дочке. Так, сейчас все уже открываю. Все-все-все. Кстати, у нас очень хороший урожай вишни. И вишня уже созрела, и такая вкусная. Прямо и много ее. Хорошая. А я хотел к нам пригласить, потому что у нас... Можно миллионы собрать и все обеспечить. Мы их соберем. Мы их приедем в четверг вечером. Ладно, хорошая новость. Так, сейчас по-быстрому. Первая фотография. Супер абрикозелезов. Набрался наглости. Раньше я его называл крупноплодный. Сейчас будет супер. Нет меня в этой Википедии. Не надо. Нет меня в реестре. Не надо. Передаю ваши руки. Вторая фотография. Вторая фотография. Вот. Но я сейчас выбираю фотографии современные этого года. То есть, есть те, а ты еще их не видела. Подробнее расскажу именно там. Вот. Второе, которое я даю имя собственное. Супер Серафим. Вот. Это самые яркие фотографии у любого Ашалей. Жаль. Увидишь только это. Я когда сделаю, сразу тебе отправлю черновик, когда отправлю брату этот фильм на того, чтобы он его довел давно. Музыка, титры. Вот. Вот три. Третий, поздний пианиста. Тут я себя не называю, не имею права. Вот эти три. Еще раз их доставим. Это все плоды за 100 грамм. Вот. Это, это. Кстати, еще, Валерий Константинович, я приеду не одна, а приеду с журналистом из Союза Садоводов. Она у нас сейчас пресс-секретарь Союза Садоводов. Мы хотели приехать к вам, и она хотела про вас снять репортаж и разместить у нас в Красноярском рабочем. статью и разместить у нас на сайте Краевого Союза. То есть вот мы приедем, нам нужно очень с вами увидеться. Ну, это ненадолго, там, на полчасика, пофотографироваться, походить, поговорить. Ага, дождались, когда последний абрикос упал. Какие вопросы задавать? Да ладно, понятно. Ну, я, мне не привыкать. Десятки этих было съемок телевидения. Журналисты раньше часто были. Да не зря по зену вспомнили. Главный редактор и ваши приезжали один за другим в Красноярском. Вот. Ну, я сейчас что хочу сказать? Здорово. Вот. Ну, абрикосы-то последние упали. Ну, ничего страшного. Так. Ну что, разговор вроде получился. Сейчас я на всякий случай... Ну, в принципе... В принципе... Ну, сейчас книгу искать не буду, показать всем. Да, есть две книги на продажу. Есть еще брошюра, которую вспоминали. Вот ее я покажу. Ну, вот брошюра, кстати, вот очень сказали хорошая вещь. И прямо если есть у вас их несколько, я их прямо возьму и потолки нечейск отправлю. Ну, договорились. Будет у меня подарок. Так, ну что... Все, сейчас он возьмет и сам отключится. Боргает у меня старые батарейки. Так вот так получилось. Вот. А расставаться не хочется. Ну, вот сейчас я еще несколько фотографий пришлю. Отчет из моего сада. Тут, правда, у меня заросло все, пока я гостила у вас. Но сейчас сделаю какие-нибудь хорошие, чтобы не видно было, что там заросли. Так... Ну, зато положи есть хорошие. Дочка, знаешь, что я сейчас сделаю? Я включил эту папку, он называется «Досье на Савельич». Я сейчас буду листать до тех пор, пока не остановится, не отключится это. А пока, вот, все-таки, как бы, бенефис твой сейчас. Вот он. Вот она наша. Вот она. Вот она. Заметьте, штамбов нету. Примитая яблони. Стамба нету. Значит, ты не принадлежишь числу традиционных ученых. Дальше я листаю, листаю, листаю. Фотография супер. Вот она вся замерзшая, берет, температуру вынесеет. Это ты. Ну, вот я сейчас смотрю на свои деревья, и вот про штамбов нету. Вот просто все деревья у меня без штамбов. Практически от земли кустовидная форма. Вот просто все игрушки такие же стоят, и яблони. Да вообще все. Особенно то, что мы сами прививали. Оно все такое невысокое. Невысокое и компактное. Без штамбов. Здорово. Потом придет время, будешь переучивать всю Россию. Я не успеваю. Сейчас схожу, ем вишню. Она правда такая вкусная и такая крупная. Прямо. Ну, а что я иду раньше, в прошлые годы не делала. Зато в Европе она практически уничтожена. Причем такое впечатление, что руками человека. У меня один угол в огороде, видит, зарос вишнями, и там прям такой вишневый лес. Когда заходишь, и там сплошь вишни. Так. Так. Кстати, практически каждая фотография, стоимостью. Учебная. Ну и хорошо. Хорошо. Вот. О, кстати, слива вот еще нашлась. О, желтое слива будет. Хорошая, тоже крупная. Здорово. Здорово. Меня же в месяц не было в саду, я уже и забыла, что здесь и как. И просто у нас тут такие тучи черные плавают, надо успеть мне собрать кое-что. Так что давайте, может быть, закончим уже, и я за работу приму. Давайте. Сейчас только долистаю. Пока. Я думал, сам отключу. Большим трудом добралась сюда сегодня. На автобусе и потом на такси. У нас машина сейчас в ремонте. Сейчас долистаю. Ну так жалко. Ростовом. Продолжение следует. Продолжение следует.